Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео, и в сегодняшнем видео мы с вами будем разбирать пустые баночки за прошедший месяц. Поэтому, как всегда, без тонких разговоров начинаем и поехали! Давайте начнем с декоративной косметики, ее было меньше всего. И первое, что я вам покажу, наверное, привычное для многих моих пустых баночек средство, это BB-крем от производителя Belita, Belita Young. Это достаточно знаменитый на белорусском и не только белорусском рынке косметики тональный крем-BB-крем, тем скорее BB-крем с очень средней кроющей способностью, с очень влажным, сияющим финишем, который выпускается в одном универсальном оттенке. Оттенок немножко желтит, но, о боже, как я люблю этот BB-крем! Настолько у меня к нему постоянно, вот это дурацкое выражение, но у меня к нему тянется рука. Если я не знаю, чего я хочу от макияжа, чего я хочу от своей основы, матового финиша, влажного финиша, натурального финиша, если меня перестает устраивать все, что у меня есть в плане тональных основ, в плане BB-кремов, то всегда я использую белиту на повседневной основе, в принципе, всегда использую вот этот крем-фотошоп эффект. Как я вам сказала, кроющая способность средняя, максимум на троечку по пятибалльной системе. После нанесения очень влажный финиш остается, немножечко оседает BB-крем, наверное, за 5-7 минут он оседает и чуть больше как будто бы впитывается, но все равно остается влажный финиш, и даже когда трогаешь лицо, немножечко оно такое влажноватое, для кого-то жирноватое, у меня кожа нормальная, склонная к сухости, для моей кожи подходит идеально, шелушение не подчеркивает, тон выравнивает, поэтому люблю его горячо, нежной любовью, постоянно к нему возвращаюсь, стоит он чуть больше 1 доллара, здесь стандартные 30 мл, несмотря на то, что, кажется, тюбик не совсем большим, стандартные 30 мл, очень красивый, кстати, милый тюбик, милая упаковка розовая. Для тех, кто не пробовал, для тех, у кого нормальная кожа, для тех, у кого сухая кожа, склонная к сухости кожи, то я смело могу его рекомендовать, если вы не ищете слишком плотную основу, если вам хочется что-то более легкое, если вам хочется что-то с влажным, сияющим финишем, если вы любите такой эффект на коже, то смело к нему присмотритесь, здесь, кстати, есть SPF, SPF 15, поэтому как раз-таки на весну, на лето, я думаю, что подойдет для многих идеально. Так, девочки, двигаемся дальше, следующее, что у меня закончилось, это тушь от Vivienne Savo, которая называется Cabaret Premier, у меня она была под, не хэштегом, под названием Artistic Volume Mascara, она в черном оттенке, я знаю, что несколько оттенков этих тушей выпускается, покупала ее, заказывала на Whiteberry, смотрите, здесь маленькая такая красивая кисточка, красивая в том плане, что ей красиво и удобно можно оформить реснички. Тушь мне однозначно понравилась, тушь зашла, она дает неплохой объем, она дает удлинение, все это не супер объем, не супер удлинение, все это смотрится достаточно натурально, но при этом эффект есть. И что самое в этой туши для меня хорошее, поразительное, что меня удивило больше всего, это то, что эта тушь разделяет ресницы, как ни одна другая, то есть ни одной реснички, склеенной между собой, я на своих ресницах не наблюдала, настолько классное разделение, ресничка прямо к ресничке, за счет этого ресницы кажутся более пушистыми. Но, например, у других тушей, которые я также очень люблю, тоже Luxe Visage XXL, тоже Luxe Visage Killer, белорусские, белитовские туши, как они называются, Белиты Лакши, также мне они очень нравятся, они дают гораздо больше драматического эффекта, они гораздо больше дают именно удлинение, здесь же все как будто бы достаточно сдержанное, но в то же время настолько классный эффект пышных разделенных ресниц, плюс тушь не осыпается, тушь прослужила мне больше полутора-двух месяцев, мне кажется, около двух месяцев прослужила, учитывая то, что я пользуюсь косметикой каждый день, по крайней мере, тушью я пользуюсь каждый день, брови и ресницы оформляю на ежедневной, повседневной основе, прослужила мне вера и правда, никаких претензий меня не вызвало, скорее всего, не буду к ней возвращаться, только потому, что очень много всего интересного, и у Vivian Sabo касаемо туши, и у других производителей касаемо туши выпускается, поэтому, скорее всего, буду пробовать что-то новое, но, в принципе, могу вам ее порекомендовать, могу также порекомендовать заказывать ее на Wildberries, потому что там она стоила около 3 долларов, у нас же в магазинах, в обычных государственных магазинах, она стоит гораздо дороже, в два раза дороже, поэтому, в принципе, если у вас есть доступ к Wildberries, если доставляют бесплатно также ваши города, Борисов доставляют бесплатно в пункт самого вывоза, то могу порекомендовать заказывать именно там, потому что получается гораздо выгоднее. Кстати, это никакая не реклама, я всегда все за свои деньги на Wildberries заказываю, мне кажется, что Wildberries вообще никакую рекламу ни с кем не делает. Так, девочки, дальше приходим к части с уходовой косметикой, и также не слишком много продуктов, вообще, в принципе, не слишком много пустых баночек у меня в этом месте, но, тем не менее, я хочу скапливать, не хочу делать слишком длинные видео в дальнейшем, поэтому давайте переходить к уходу. Первое, что я вам покажу, опять-таки, белорусское средство, это шампунь из серии Natural Beauty, и это Belita. Здесь было столько классных обещаний, что этот шампунь уход бессульфатный для волос, и чувствительная кожа головы деликатно очищает, и успокаивает, и увлажняет, и утолщает волосы, и здесь комплекс активных компонентов, достаточно неплохой объем, 250 мл, но этот шампунь безбожно просто сушит волосы, безбожно сушит кожу головы. И мне кажется, что, знаете, есть специальные профессиональные шампуни, которые глубоко очищают, глубоко очищают и кожу головы, и промывают волосы прямо до скрипа. Вот это тот самый вариант. Мне пересушило просто все, пересушило катастрофически, ни одна маска, даже самая питательная, ни один бальзам, самый силиконный, который у меня есть, не спас мои волосы. После этого все равно они внешне как будто бы более-менее нормальные были, но при этом на ощупь они были ужасные, они были соломенные, они были поврежденные, что ли, я не знаю, слишком жесткий для меня шампунь. У меня очень сухая кожа головы, очень сухие волосы, хотя я их давно не крашу, все равно у меня сухость по длине остается, поэтому мне этот шампунь однозначно не подошел, плюс он у меня вызвал перхоть. Но я знаю, что, например, тем, у кого волосы, как у моей мамы, у нее волосы прямые по своей структуре, они достаточно быстро жирнятся кожей головы, достаточно быстро жирнятся сами волосы. Волос толстый, волос плотный, и ей подошел идеально. Вот она им пользовалась, ей нравилось, и она говорила, что все прекрасно, замечательно, даже такой объемчик, что ли этот шампунь придает мне, моим сухим волосам, моей сухой кожей головы не подошел вообще. Поэтому, что касается меня, мне шампунь не подошел, мне шампунь не понравился. Вообще, как-то не могу я для себя подобрать белорусский классный шампунь для волос, белорусский бальзам для волос. В моем случае гораздо проще все обстоит с несмываемыми средствами белорусскими, также у Белиты я нашла очень неплохие средства, и на масляной основе, которые с распылителями, на масляной основе, которые с помпой выдавливаются, растираются, наносятся, мне не нравится гораздо больше, чем многие раскрученные средства, но вот то, что касается шампуней, то, что касается бальзамов, вообще абсолютно ничего мне не подходит из белорусского ухода. Сейчас я уже пользуюсь давным-давно, мне кажется, около двух месяцев, более нейтральными средствами, более щадящими средствами для волос, мне этот уход подходит гораздо больше, плюс, наконец-таки, успокоилась моя чувствительная кожа головы, наконец-таки, у меня нет совсем перфори, чтобы не сглазить, чтобы она не появилась, поэтому да, если у вас такая же кожа головы, как у меня, очень чувствительная, если сухие волосы, пористые волосы, волнистые волосы, я не думаю, что с этим шампунем вы при каких-либо условиях сможете подружиться. Следующая пустая баночка, это гидрофильное масло от польского производителя Биленда, оно у меня было с кокосом и с алоэ вера. Что касается объема, здесь 140 мл, ни много, ни мало, достаточно стандартный объем, очень густое гидрофильное масло, оно не вошло ни в мои фавориты, ни в мои разочарования, так скажем, достаточно средний продукт, отлично удаляет макияж, отлично удаляет водостойкий макияж, очень неплохо пенится, растирается в руках немножко, тут и сказано в инструкции, что лучше нанести на ладонь, немножечко растереть на ладонях до образования мелкой такой пинки, потому что пенка здесь такая мелкая получается, и далее уже удалять макияж, очень неплохо расщепляет макияж, очень неплохо его удаляет. Единственное, что мне не понравилось, это то, что если попадает в глаза, то оставляет в пленку, нет никакого ощущения жжения, никаких неприятных ощущений, кожа не стягивает, но вот глаза хочется дополнительно чем-то еще промыть, просто для того, чтобы эту пленку с глаз убрать, это мое второе гидрофильное масло, до этого у меня было гидрофильное масло от производителя Mixit, и мне оно понравилось гораздо больше, там вообще никакой пленки не было, были абсолютно 100% приятные ощущения, здесь же приятные ощущения по всему лицу, так скажем, щеки, нос, лоб, все прекрасно, все удалено, кожу не сушит, но вот глаза мне не нравятся, как удаляло это средство макияж с глаз, в том плане, что хотелось промыть еще дополнительно чем-то, какая-то пелена, как будто бы именно на самих глазах оставалась, поэтому ни фаворит, ни разочарование, что касается цены, конечно, здесь цена в 2, то и в 3 раза меньше, чем у гидрофильного масла от Mixit, но точно к нему не вернусь, поэтому если у вас есть рекомендации касаемо гидрофильных масел, то дайте мне, девочки, знать внизу, что-нибудь хорошее, что-нибудь испробованное, потому что однозначно гидрофильное масло это тот продукт, который я люблю, тот продукт, которым мне нравится пользоваться, поэтому что-то новое покупать буду, но касаемо вот этого к нему точно возвращаться не хочу. Дальше, девочки, еще один продукт, который у меня закончился, это маска с гиалуроном от производителя Vitek, маска называлась Super Lifting, маска-скульптор для лица, шеи и декольте, ультраконцентрированная, высокомолекулярная, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, также здесь было много всяких комплексов добавлено для более возрастного ухода, плюс черный трюфель, пелита нам обещала очень явно выраженный V-Shape эффект, подтягивание контуров лица, подтягивание в принципе, никакого эффекта подтягивания я не заметила, средняя маска кремовой консистенции, которая впитывается за 10 минут практически полностью, впитывает ее кожа, она не напитывает кожу, но кожа приятно увлажнена, кожа приятная на ощупь, ничего большего, никакого подтягивания, никакого V-Shape эффекта здесь однозначно нет, маска очень бюджетная, не самая лучшая, которую я пробовала и у Белиты, и в принципе у белорусских и других производителей, поэтому тоже возвращаться не буду, мне кажется, что можно за такую же стоимость и у той же Белиты найти что-то получше, поэтому нет, однозначно ее также рекомендовать вам не буду. И девочки, последняя моя пустая баночка, последняя, что у меня закончилась в этом месяце, это средство уже от Белкосмекс, и это гиалуроновый тоник, активное увлажнение, восстановление тонуса кожи, здесь у нас опять-таки высокомолекулярные, высокомолекулярные, низкомолекулярные гиалуроновые кислоты, плюс в этом тонике мне безумно нравился запах, очень свежий, очень приятный аромат, тоник, жидкий обычный тоник, который имеет такую пленочку, ну приятную пленочку, не которая забивается и остается на коже, а пленочку, а такую немножко маслянистую, которая кожу увлажняет, мне нравилось ощущение после этого тоника, мне нравилось, что он кожу как будто бы дополнительно подпитывает, мне нравилось, что нету никакой липкости, неприятных ощущений этот тоник не вызывал, плюс у него неплохой состав, у него очень-очень, вот прям безумно экономичный расход, я не знаю сколько у меня этот тоник прослужил, наверное полгода, в принципе тоники у меня достаточно не быстро расходуются, достаточно долгое время им нужно для того, чтобы закончиться, но вот этот, наверное, прослужил мне гораздо дольше остальных, люблю после того, как умылось и кидрофильным маслом, и умылось какой-то пенкой для умывания, люблю нанести вот этот тоник и дальше не наносить ничего, какое-то время походить просто с тоником, поэтому девочки, что касается этого тоника, очень классное, очень достойное средство от Белкосмекс, все чаще мне хочется покупать что-то у Белкосмекс, потому что в основном, в 99% случаев касаемо уходовой косметики, Белкосмекс меня никогда не подводит, так скажем, моя кожа и Белкосмекс только приятный опыт взаимодействия имели, мне очень нравятся тканевые маски от Белкосмекс, поэтому классный тоник, скорее всего, если буду покупать тоник, потому что у меня еще два стоит, вряд ли в ближайшее время буду, но когда буду, скорее всего, к нему вернусь, потому что это, знаете, такой надежный, проверенный товарищ и боец, достаточно бюджетный, с неплохим составом, поэтому, да, его могу вам порекомендовать, в принципе, можете к нему присмотреться. Так, мои хорошие, на этом я буду свое видео заканчивать, это были все мои пустые баночки, дайте мне знать, что вы пробовали из того, что я вам показала, что понравилось, что не понравилось, также жду ваших рекомендаций касаемо гидрофильного масла, касаемо новой туши, хочется попробовать мне что-то новое, я очень часто пропускаю какие-то новинки того, что выпускают и белорусские производители, и другие производители, поэтому не стесняйтесь, оставляйте мне все ваши рекомендации, либо запросы внизу. Как всегда, в конце видео хочу пожелать вам отличного дня, чудесного настроения, если вы досмотрели до этого момента, поставьте какой-нибудь смайлик в комментариях, чтобы я знала, сколько людей смотрят мои видео до конца, также, если вы впервые на моем канале, то не забывайте подписаться на мой канал, также на мой инстаграм, там больше макияжной тематики, больше макияжных постов, на этом точно все заканчивается, буду с вами прощаться, всем пока-пока, до новых встреч!